Доброго времени суток! В эфире Пушкинского телеканала «Актуальное интервью». Наступила осень, и все ожидают эту осеннюю хандру, когда многие погрузятся в пучину депрессии и будут страдать, страдать, страдать. На этот счет у нас сегодня в гостях Александр Потехин, психолог, семейный психолог, конфликтолог. И я бы хотела как раз-таки насчет осенней хандры и поговорить с вами. Здравствуйте! Добрый день! Сам по себе диагноз депрессия – это уже психиатрия, поэтому люди думают, что впадают в депрессию. Так такового этого нет. Да, хочется больше солнца, больше лет, легкой одежды, прогулок, отпусков, путешествия, море. Есть простой выход из всего этого. Больше гуляйте, занимайтесь любимым хобби, поддерживайте рацион, ходите в фитнес-спортдал, бассейн, находитесь больше в светлых местах. А больше клиентов весной, осенью, зимой или летом? Они всегда, всегда есть вопросы, всегда есть семьи, у кого-то они только создаются. Кто-то уже живет давно, и круглый год всегда есть вопросы. Хотя зимой вроде считается, что немножко больше. А сейчас какие самые актуальные вопросы, животрепещущие, которые к вам вступают? Очень много вопросов эхо. Эхо, значит, первые волны ковида. И много вопросов задают, да, соответственно, опасно ли там находиться очень долго в одном пространстве. Или как это будет? В основном именно вопросы взаимодействия. Например, социальные. Много вопросов, кто что должен делать, как делать, да, при этих обстоятельствах. Кто должен заниматься детьми, соответственно, там, гулять с ними или кормить, или там, кто-то должен там готовить. В общем, в основном это социально-бытовая сфера. Какие были конфликты? Конфликты имеются в виду у клиентов, которые вот звонят, рассказывают вам. И как вот вы помогали им решить конфликт, связанный с заточением? Конфликты, как правило, настигают людей из-за недоговоренности, ну, своего рода плохого настроения, да, непонимания другого человека, вот, или непринятия тех или иных вещей другим человеком. И получается, что люди недоговорили или не проговорили что-либо, получается, недовольцы, получается, конфликт, скандал. Решение данного вопроса очень простое. Когда два человека, да, муж и женой садятся, да, и говорят, по сути, что у кого на уме или кто чем недоволен. Таким образом происходит расстановка, все выравнивается, и на самом деле сложные вещи или сложно-бытовые вещи, да, которые очень часто возникают, они сами по себе исходят на нет, так как не имеют, собственно, веса и не являются значимыми. Почему? Какие примеры, вот, вы могли бы привести таких вопиющих случаев в вашей практике? Да любой случай в семье может быть вопиющей, ну, предположим, одна семья разводилась из-за того, что в конечном итоге выяснилось, что он не туда положил зеленый шарфик. Вот. И все началось с этого, с шарфика, но потом, так как это незначимая вещь, люди перенесли свой скандал на кто что не делает, разное обвинение, отсутствие внимания, там, может, не вовле приходят, там, не покупают, может, ей там какие-то вещи, там, она для них что-то не делает, вот. А изначально, да, то есть именно зеленый шарфик, да, послужил причиной, то есть вот этого взрыва конфликта. И, как правило, у людей, у семей именно так и происходит. Ругань за детей, да, то есть там папа не дал ребенку, допустим, не знаю, какой-нибудь йогурт, да, дал, гамбургер, да, мама стала этим недовольным, потому что папа ее не послушал, и начался скандал. Вот, опять же, гамбургеры с йогуртом ходят на второй план, да, и принимаются какие-нибудь вещи, которые не выговаривались какое-то долгое время, и таким образом получился скандал. А есть ли практика сейчас у людей идти к специалисту, когда есть нерешенные проблемы или вопросы, или мы сейчас пока еще находимся на той стадии, что нет-нет-нет, к психологу точно не пойду, но я же не сумасшедший? В последнее время тенденция похода к психологу стала лучше. Люди стали более спокойно смотреть на эти вещи и стали понимать, что на самом деле это работает, это помогает. Очень много вопросов возникает к самим специалистам. Если сейчас взглянуть в интернет, то много-много программ обучающих, то есть много непонятных специалистов. А как выбираются его специалисты из всего этого списка? Как вот именно это? Ну, первично смотрите на проверенные сайты большие, смотрите дипломы, какие они есть. То есть, по большому счету, на дипломах написаны вузы, которые можно посмотреть, проверить. Не стесняйтесь задавать вопросы. То есть, самому специалисту писать в личку или в общие чаты. То есть, кто он, что он, как давно работает, с чем работает, проходил ли какое-то дообразование. Ведет ли это, может быть, сам лекция. То есть, задавайте много-много вопросов, вы поймете, кто он и какой. Попросите, ну, минут 10, там, не знаю, просто поговорить, услышать голос, да, человека. То есть, понравится там тембр, голос, манера, там, скорость речи, да. То есть, как складывать предложение. То есть, все, и соединяйтесь с душой, и видите, у вас все получится. А методика разная или у всех одна? Или приближенная? Методика огромное множество. Вот, есть корни, ну, это мое личное мнение, да, много-много лет назад было много, что придумано. И сейчас, конечно, психология не стоит на месте, тоже развивается в разных направлениях. Ну, общение с клиентом, оно как проходит именно от начала? И сколько сеансов на какую, ну, даже, допустим, проблему, какую можем взять проблему? Не знаю, скрытый невроз. Не знаю, как это сказать. Скрытый невроз – это психиатрия. Так, открытый. Хорошо. Любой метод, в принципе, то есть, психология заключается в том, что вы разговариваете. По сути, психолог смотрит на человека через слова. То есть, поговорите со мной, и я вас увижу. И вот, когда вы разговариваете, да, то есть, психолог видит, ну, по крайней мере, я вижу, да, как складывается предложение у человека, то есть, откуда они идут, да, то есть, это может быть обида, обвинения, там, страхи какие-то, да, и вроде как человек общается, рассказывает для него как обычные вещи, да, но будучи профессионалом, ты видишь, то есть, что это за слово, да, то есть, откуда взято, откуда оно родилось, да, и что это на самом деле есть, там, страх, не страх. И потом уже в оконцовке, соответственно, ты даешь какие-то рекомендации, ну, и лично я даю домашние задания. Как понять, что у тебя есть какие-то проблемы, в принципе, даже если отойти от осени, от хандры осенней, как, в принципе, понять, что тебе необходимо уже пойти либо в солнечное помещение светлое, либо уже к специалисту. Время от времени я рекомендую просто посещать психолога для того, чтобы понимать того, что что происходит так, ну, своего рода такая диагностика вещей, то есть, все ли хорошо у тебя, это не все хорошо, потому что даже, как говорят врачи, лучше это предупредить, да, какую-то болезнь, чем потом ее лечить. Так же самое психология. Придите, поговорите, проконсультируйтесь, посмотрите, да, как вы делаете, потому что консультация ведь не делает вас, например, психом или больным, да, в консультации вы получаете просто дополнительную информацию, ну, допустим, какие-то разные способы, как общаться с женой, да, как, может быть, по-другому делать подарки, да, как общаться с детьми, как работать над собой, ну, допустим, для мужчинам зачастую очень важно ходить в спортзал, да, уже себя поддерживать. Очень важно мужчине заниматься умственной нагрузкой, это прям как обязаловка, да, читать, посещать что-то, где-то гулять, ходить, ну, и так далее. И эти вещи можно легко почерпнуть именно на консультации, потому что там они более точно сконцентрированы, человек, психолог, консультант, он видит много людей, много семей, и у него собирается хорошая база опыта, наблюдение за всем этим. И многие стараются это прочитать в интернете, но интернет – это записки какого-то одного человека. А у специалиста, в конце концов, именно, он сможет именно вам, да, дать определенное вот какое-то одно слово тонкое, да, вот в предложении, где вот вы пойдете именно этим путем. А были какие-то недавние инсайты вот при работе с клиентами, когда человек просто понял, я жил не так, или там, я осознал, теперь я не буду директора фирмы, пойду заниматься макраме, это мое хобби, это мое любимое занятие. Это регулярно происходит, люди, которые стремятся что-то привнести в свою жизнь, не говорю, изменить, потому что все равно там было то, было это, но остается. Именно привнести что-то новое в свою жизнь, у них так получается, что не вроде жили-жили, пользовались чем-то, пользовались, вроде все получалось, да, а на консультации услышали как-нибудь одно предложение, такие, блин, а так что, можно было, да, и... Например, были такие случаи? Да, были. Ну, расскажите. Ну, предположим, как познакомиться с мужчиной, да, то есть, частый вопрос, и начинаешь, там, говорю, ну, пообщайтесь, не знаю, ну, в компании, может, там есть друзья, кто-то с кем-то познакомит, вот, многие люди не могут на это пойти, и простой вопрос, я говорю, хорошо, сходите, есть рестораны, знакомства. Люди такие говорят, ух ты, мы даже не знали, что такое есть, вот, с удовольствием идут, знакомятся, и вот, никто не говорит, что там они сразу выходят замуж, да, но сам важен первый шаг сделать действие по отношению к себе, начать ознакомиться, и все, этот инсайт им очень хорошо помогает, в дальнейшем уже, может быть, и через друзей знакомиться, или просто где-то в кафе, на дискотеках, ну, в разных местах. А какие-то глубинные проблемы, может быть, из детства, ну, плачут же люди на консультациях? Конечно. Как вы их доводите до слез? Никто до слез не доводит, когда люди начинают делиться, и так получается, что мы затрагиваем очень важные темы в жизни, и нередко, да, они бывают из детства, ну, возьмем обиды, все мы были детьми, у всех у нас есть обиды, и там, не знаю, упала на велосипеде, не пожалели, да, там, не дали конфетку, мама накричала, там, не знаю, там, еще застали что-то делать, это, то есть некая несправедливость, то есть, да, из-за которой то есть случаются все эти вещи, и это одна из методик, да, то есть люди проговаривают, плачут, очищаются, и им становится хорошо и легко. Как так раскрыться специалисту, как раскрыться психологу, чтобы все-таки это рассказать и докопаться, это специально какие-то есть рычаги воздействия, или человек сам раскрывается? По сути, вся консультация идет, либо человек сам рассказывает, либо вопрос-ответ, да, вот, правильный вопрос, да, то есть расскажите о семье или о себе, суть разговора как с подружками, наверное, или с друзьями, он, по сути, один и тот же, за исключением того, что специалист знает, как держать, это как школьный учитель, да, то есть он знает, как держать аудиторию, да, то есть вот эти вот там 40-50 минут, то же самое, на консультации специалист держит, да, то есть эту территорию задают вопросы, и вы же выбираете, да, человека, то есть специалиста, и вы идете туда, чтобы лукавить, или все-таки решать свои вопросы. И поэтому, как правило, то есть осознанность человеческая, она помогает им же раскрываться, общаться, и приходить к тем результатам, за которыми они пришли. Ну вот вы видите всех людей прямо насквозь, то есть если спускаетесь в метро или едете в электричке в общественном транспорте, то вот тут большой невроз, тут скрытый, тут проблемы из детства, а этот вообще хороший человек. Нет, я не занимаюсь этим, скажем так, я в кабинете психолог, да, в жизни я Александр, да, такой же мужчина, такой же человек, да, живу в социуме, нельзя вечно находиться на работе, это трудно, это может привести к разным эмоциональным выгораниям, психологическим выгораниям, ну и многим другим еще, поэтому это не нужно. А если сделать сейчас такой вот срез по всей вашей клиентуре, по всем вот тем, кто к вам обращается, ну или в принципе просится это, какая вот сейчас есть общая такая проблема у людей? Общая проблема? Ну да, да. Возможно, некое непонимание, будет ли вторая волна коронавируса или нет. И что это непонимание за собой скрывает? Волнение, панические атаки, возмущение, страхи, как правило, это то есть своего рода неизвестность, что будет, то есть мы когда не знаем, что будет, куда нам идти, как это делать, человек впадает такую прострацию и в подвешенном состоянии. И это очень мешает жить. Что делать? Что делать? Занимайтесь своими обычными делами. То есть пусть это будет хобби, если нет, то заведите его, ходите в спортзал, больше отдыхайте. Закрытый спортзал, сейчас все закрывается, что делать? Пока все открыто, делайте. Все? Да, все делайте. Когда все закроется, поговорим об этом. Ну вот, допустим, уже у нас закрывали, вот уже мы проходили это. У вас были клиенты, которые либо после, либо во время карантина, самоизоляции точнее, обращались с какими-то проблемами? То есть, может быть, были, не знаю, случаи домашнего насилия, какие-то конфликты серьезные? Больше всего в семейных отношениях оказывалось, что люди открывали такие вещи, как человек перед ними не тот, каким они думали. То есть такой инсайт. О, я тебя, оказывается, я не знаю. Вот, и для людей это было большое удивление, потому что, да, находиться вместе постоянно 24 часа в сутки, это правда тяжело. Это не потому, что вы плохие, или потому, что там у вас отношения какие-то нехорошие, или кто-то кого-то обманывал. Нет, просто это физически трудно сделать. И отсюда и были рекомендации того, что, то есть, если у вас есть работа, да, вот даже внутри дома, то есть 8 часов вы с друг другом не разговариваете. То есть это ваша территория для того, чтобы была разгрузка. А потом вечером такие, вау, привет, ты пришел с работы, там, или пришла с работы. Вот в таком моменте. Я понимаю, что в основном вопросы, которые есть, проблемы, которые есть у людей, это связано в взаимоотношениях. Мужчина-женщина, дети, мамы-папы, правильно я так понимаю? И в основном это из-за того, что не умеют люди договариваться. Тут много всего. Тут не только договариваться. Очень важно уметь слышать и слушать. Как этому научиться? Когда вы слушаете человека, постарайтесь услышать каждое его слово. Не думать в этот момент или не додумывать в это. Тогда вы услышите весь текст, который он говорит. Да, некоторые люди говорят, не связано, много, торопливо и не по смыслу. Но в любом случае, только тогда вы сможете из всего набора этих слов понять, что он хотел вам сказать. И достаточно будет всего одного предложения ему ответить, чтобы вас услышали. А есть ли какие-то специальные волшебные слова или предложения, которые могли бы нейтрализовать конфликты? Например, я знаю, что помой посуду – это одна история. А вот мне было бы приятно, если бы ты помыла или ты помыл посуду. Это уже другая история. Тут есть ли какие-то тоже примеры? Если мы говорим об одностороннем, то очень важно, кто к кому обращается. Если женщина к мужчине – это просьба. То есть любое резкое высказывание – это сродни нападению. А мужчина, он же может сагрессировать на это нападение. И, соответственно, будет такой эмоциональный или крикливый момент, что мужчина среагировал и накричал на свою женщину, на жену. В принципе, в данном случае подход очень мягкий. Во-первых, мужчине надо постарить несколько раз. Это норма. Почему? Ну, мы так устроены. Не забудь купить шариковую ручку. Зеленый шарф. Да, зеленый шарф. И вот по чуть-чуть спокойно, спокойно. Он говорит, да, да, я услышал, да, да, я услышал. То есть можно 3-4 раз повторить, ничего страшного. Главное – спокойно, мягко. А можно на придыхании. Как ему нравится. Да, можно написать. Это тоже можно. И все. И тогда мужчина спокойно. Главное – не навязчиво. Да, то, чтобы порст не напрягло, это как напоминалка. Вот так же самое, как когда мужчина обращается к женщине, тут немножко по-другому, да. Потому что как бы мужчина, он глава семьи, да, сказал, будьте любезны, там сделайте. Ну, понятно, не копать там или гвозди забивать. Ну, какие-то такие домашние женские дела. Это тоже очень помогает. Ну, хорошо. Тогда, если сказать, что у вас есть много людей, которых вы слушаете, слышите, наблюдаете. Это вот так вот семейное счастье, секрет семейного счастья какой? Уважение. Уважение двух людей. Что под этим подразумевается? Когда есть уважение, да, то есть мы относимся к человеку каким образом? Мы его слушаем. Мы, ну, во-первых, человек, который уважает другого человека, да, это довольно самодостаточная личность. Крепкая, окрепшая, да, стоящая на ногах. И которая готова брать и ответственность за свои слова, за свои действия. Которая в состоянии, да, соответственно, уделить свое собственное время тому человеку, которого выбирают. И здесь получается, что в уважение входит это услышать, да, то есть помочь. Ты не говоришь, что делать за человека. Да, как у нас принято, ну, там, ты меня уважаешь, там, должность, вот эта фраза, убивает все. Нет, то есть здесь все по-обоюдному. Есть возможность заехать в магазин? Он говорит, да, тогда купи то-то, то-то. А зачастую там, зайдь в магазин купи то-то, то-то. И не важно, что он стоит в пробке уже 4 часа, и ему точно не до магазина. Да, вот простой подход, да, то есть фраза, да, то есть должен, да, и уважение к человеку спрашивают, можешь ли ты это сделать? Вот, и вот, по сути, все такие действия, они, во-первых, снимают социо-нагрузку, потому что вы общаетесь, уважаете друг друга, вы слушаете друг друга, да, то есть я не могу заехать, хорошо, то есть когда сможешь, да, допустим, в этот же магазин заехать. Таким образом складывается тайм-менеджмент семьи, да. Социо-быт абсолютно, то есть легко проходит, потому что нет напряжения ни на одну из сторон. Поэтому уважайте друг друга, любите, и будет вам счастье. Ну вот еще последний такой вопрос, допустим, даже технический. Я вот постоянно в руках что-то тереблю, и вот это что такое? Вы разорвала мелкую моторику? Нет, я не мелкую моторику, я вот просто замечаю, я себя очень сильно контролирую, потому что я с психологом там сижу, да, вот, и я вот постоянно заметил, что многие люди, ну, как и я, я тоже человек, да, и я вот постоянно там пальцы, начиная колупать, что-то в руках мне нужно подержать. Это что, с чем это связано? Я думаю, что зрителям тоже это будет интересно, потому что, я думаю, 80% этим же занимаются. Ну, тут есть несколько вариантов, скажу приятный. Вот, вы очень похожи на кинестетика, да, и вам нравятся тактильные прикосновения, и с этим там трогать все. Вот, поэтому вы можете, то есть, так как у вас там, это, понимаете, нежная кожа, вы трогаете, да, получаете это в удовольствие. Это не связано там с нервами какими-то? С неврозами может быть связано, но больше, я думаю, это все-таки именно... А и наставления, какие-то, может быть, есть физические упражнения или нет, чтобы психику расслабить и прийти в состояние баланса, такой гармонии? Может быть, есть какие-то у вас рекомендации для того, чтобы вот банально успокоиться? Бывают же такие вот стрессы, напряжения, вот как это снять? Старая-старая практика медитации, да, она простая. Когда у вас там стресс или вы считаете, что все плохо и ужасно, остановитесь, да, закройте глаза и прислушайтесь к тому, как вы делаете глубокий вдох носом. И так три раза. А выдыхать ртом? Можете ртом выдыхать. Он сейчас заснул. Да, именно сконцентрируйтесь на дыхании. Когда вы будете дышать, вы услышите стук своего сердца, а оно наше, оно любимое, и вы успокоитесь. Даже осенью? В любое время года. Это медитация переключения, то есть у нас же есть много мыслей, много дел, действий, мы торопимся, да, и вот в какую-то секундочку, когда мы именно переключаем вообще все на 100% свое внимание, да, именно на простое дыхание, да, мы его слушаем, ощущаем, как легкие там наполняются, то в это вот несколько секунд, да, все проблемы уходят на второй план. А на первом плане оказываемся мы, и это помогает. Александр, спасибо вам большое за такую беседу. Наверное, непривычно, что вы сегодня были на диване, а не ваш пациент, так что мы передадим все ваши наставления, и надеюсь, что они пригодятся нашим зрителям, и мы переживем эту осень, возможно, вторую волну, невозможную вторую волну, и выйдем с хорошим настроением в следующий год. А вам успехов в нашем поприще, и побольше инсайтов у ваших клиентов. Благодарю. Вам тоже хорошая осень, хорошего настроения.